А вот наоборот, лишиться денег могут владельцы увеселительных заведений, в чьих стенах и за их пределами развлекается толпа. Один из ночных клубов не дает спать жителям центральной части Иркутска. Почему никто не может усмирить любителей вечеринок, разбирался Олег Федоров. Танцы на ногах и руках в центре Иркутска. Такую картину вынуждены были наблюдать жители улицы Карла Маркса всю ночь. Шумную вечеринку возле клуба не смогли утихомерить даже сотрудники полиции. Все, наряд прятается и уезжает. Слышишь, музыка орет, все орет. Страдают от шумных вечеринок не только люди. Если бы стены умели кричать, то наверняка делали бы это. Ведь все они в автографах и разные символики, которые молодежь оставляет после выхода из клуба. А ведь это фасад гранд-отеля, который является памятником архитектуры. Закрывать глаза на происходящее активные жители соседних домов не стали. Внезапно открывается клуб, который не дает спать вам, не дает спать вашим двум сыновьям пяти и трех лет и вашей жене беременной, которая на восьмом месте находится. И вы такой говорите, а, ну да, наверное, надо мне переезжать в другой район. В том районе опять открывается и вы съезжаете дальше, да? Так до бесконечности. Значит, далее. Я прошу просто соблюдать закон. Все прописано. Закон о тишине. И то, что полиция не может разобраться с этим вопросом, с этим мы теперь будем разбираться мы. Чтобы добиться ощутимых результатов, юристы советуют обращаться сразу в несколько инстанций. Помимо органов полиции, следует направить письмо и в Роспотребнадзор. Сотрудники приедут на место и произведут замер шума. Так во многом благодаря такой процедуре запретили проводить дискотеки на острове Юность. Тогда на громкую музыку жаловались жители улицы Лермонтова и бульвара Гагарина. Закрыть увеселительное заведение будет гораздо труднее. Но постоянные штрафы за громкую музыку могут заставить хозяев заведения сделать звук потише. Если в клуб приедет полдвенадцатого сотрудник Роспотребнадзора, когда еще народа нет и громко музыка не играет и замерит уровень шума, то он, скорее всего, будет в рамках допустимого. А вот если тот же сотрудник Роспотребнадзора приедет в три часа ночи и замерит этот шум, это будет абсолютно другая ситуация. Вот здесь просто надо понимать, как своими правами воспользоваться. Если вы пишете заявление на то, что сотрудник Роспотребнадзора осуществил замер децибел, то это должно быть указано, что в какой определенный период, и когда самая большая нагрузка по громкости у данного заведения возникает. Полученные данные стоит отнести в прокуратуру. Именно там разбирают ряд дел, связанных с нарушением законов в области общественного права. Так, сейчас идет проверка по факту задержания сразу нескольких высокопоставленных сотрудников полиции в регионе. Предполагается, что они взимали плату совеселительных заведений, в обмен на то, чтобы эти заведения не тревожили проверками. Органы прокуратуры в рамках осуществления надзорной деятельности могут выявлять нарушения, допускаемые сотрудниками полиции при проведении административных расследований по административным материалам данной категории дел. Тем не менее, борьба за свои права на сон и отдых в основном лежит на плечах рядовых горожан. И она, безусловно, того стоит. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.